Привет, это игра под названием Измученные души, мы продолжаем. Остановились мы на таком вот необычном месте, чья-то коморка, достаточно привлекательная. Но у нас здесь еще много дел, которые нам предстоит решить, с которыми нужно справиться. Конечно, давненько я не играл в эту игру, поэтому могут возникнуть какие-то трудности с определением места, в которое нужно нам отправляться. Как-то долго она выходила. Так, ладно, вызываем лифт. Как я понял, он спускается на первый этаж. Правильно? Тут какой-то трупик. Часовня. Блин, опять эти прогрузки теперь ожидать. Так, вот это я не знаю, нам надо вот это задвинуть, нет? Так она не задвигает точно. Отпусти, пожалуйста. Я не знаю, мы же хотели свет вырубить, поэтому, возможно, лифт будет закрываться. Надо его подпереть. Иначе та штука вообще бессмысленная получается. Вспомнить бы теперь, куда идти. Может быть, сюда? Похожу, по-брожу, надо вспомнить вообще, как здесь что устроено. Блин, я не туда иду. Или туда. Мы выйдем сейчас к лестнице? Да, боже, эти долбаные загрузки. Да, мы вышли туда, куда надо. Нам нужна крайняя дверь. Кстати, там ничего не валяется с той стороны. Я ходил, кто-то не ходил. Вот это вот что? Зашибись. Чуть было не пропустил. А, теперь погнали. Бежим. Хочется уже попасть на какую-нибудь новую локацию. Но, блин. Тут получается очень много дверей. Тупо закрытых. Открывай. И я даже не знаю, что с ними делать. Ключей-то у меня нет. То есть я должен буду это все потом открывать, в дальнейшем? Возвращаться? Как-то решать или что? Или это действительно идет в качестве бонуса? Ну тогда где мой хоть какой-то ключ? Так, куда мы бежим? Сюда бежим. Часовня. Теперь забираемся и идем на лифт. Беги. Лифт не закрылся, что самое главное. Надеюсь, он продолжает работать. Почему до этого мы его не могли вызвать? Или могли? Сейчас все проверим. Работает. Главное не сдохнуть. Вот было бы замечательно сохраниться как раз-таки вот после этого момента. Что, а сзади что открылось? Вот это что? А сверху что там висит? Я что-то такого вообще не помню. Ладно, давай зайдем. Приемная. А, то есть эту дверь мне тоже открыли? Реально. Ну блин, было бы странно, если бы она была заперта, это было бы максимально неудобно, поэтому... Ну, хорошо. Хорошо. Заходим. Холл западного крыла. Блин, так и хочется постоянно здесь сохраняться, сохраняться. Ну ты крыса или что? Может мне кто-нибудь объяснить, где логика? Тихо. Не хватало еще, чтобы она сдохла. Жесть. Что за бред? Я в него стреляю, он взял в меня, харкнул. Воу, блин, ты! Тихо, назад, я же нажимаю. Он меня ударил, да? Сколько у меня жизней? Так себе. За здоровьем нужно следить. Так, раздевалочка. Осмотрим тогда сначала эту часть, она вроде небольшая. А, тихо. Сдохнуть еще не хватало. Уходим. Здесь у нас что? Ну, погнали сначала вот сюда. Кабинет анестезии. Кабинет анестезии. Тут же не может быть только бумажка одна. Доклад о племени тесмуитов. Легенды тесмуитов гласят, что в венах близнецов течет особая кровь, позволяющая им общаться друг с другом силой мысли. В некоторых легендах даже упоминается способность братьев и сестер мгновенно переноситься друг к другу через огромные расстояния. Видимо, именно поэтому первые следователи, прибывшие на остров, называли такие одаренные пары детьми ведьм. К сожалению, будучи избранными для жертвоприношения, пары эти редко жили дольше 10-11 лет. Однако, больше всего поражают рассказы о безлунных ночах, когда юных близнецов и приносили в жертву. Взяв в руки факелы, дети танцевали вокруг покойных членов племени, а остальные аборигены должны были погасить свои факелы. Благодаря этому ритуалу, умершие должны были вновь обрести способность ходить по земле, пускай всего лишь на одну ночь. А дайте мне еще один укольчик. Этот труп сильно обгорел. Боеприпасы это, конечно, здорово, но... Аптечка? Аптечка! Операционная. Там кабинет анестезии был. И ни одной хилки. Вот это что? Для дробовика. Как здорово, что у меня его нет. Это что? Там что-то написано. Это кровь избранных близнецов. Кто-то... Кто-то там ходит, да? Вот это что делает? Может открывать дверь? Нет, свет тушить мне явно не стоит. Я понять не могу, это живой? А зачем тушить свет? Может здесь надо будет проводить какую-то операцию или что? Тело выглядит так, будто это перенесло сразу несколько операций. Оно уже давно не похоже на человеческое. Кто мог такое сотворить? Кто же это мог быть? Да блин, дайте мне хилку! Где лестница? Вот здесь мы не были. Холл западного крыла. Так. Блин, я не помню где это. Вот это было закрыто, правильно? Это открыто. Ага. Это новая как раз карта получается. И мы вышли вот отсюда. Все, супер. То есть мы такой кругаль сделали. Огроменный. Кругалечек. Благодарю, что согласились дать нам интервью. Директор Батрам. Нам известно, что сейчас в вашей жизни, да и в жизни всех жителей весьма непростой период. Располагаете ли вы информацией о причинах пожара? Над этим сейчас усердно работают специалисты. К сожалению, на данный момент точная причина пожара нам неизвестна. Что вы намеренно делать теперь, когда лишились клиники? Как директор клиники и как человек, который благодарен судьбе за любые сюрпризы, в настоящее время я работаю над обустройством клиники в собственном особняке. Разумеется, это временная мера. И все же к ней придется прибегнуть до тех пор, пока не будет построено новое здание клиники. Сейчас я веду переговоры с вели кадушными спонсорами, которые предоставят нам оборудование и мебель. Весьма щедрый жест с вашей стороны, господин директор. Я лишь скромный слуга господа. Моя жизнь посвящена исполнению его воли. Нормальный у него такой домик. Здоровенный. Вот здесь мы не были. Кабинет дезинфекции. Тут кто-то есть. Вот это для дробовика, нет? Хорошо. Нифига не видно просто. Ура! Мы сможем вновь лечиться. Микроскопы и прочий медицинский инвентарь. Я вот даже не помню, где уже можно было заряжать аккумулятор. Вот я найду аккумулятор, куда мне надо будет переться. Ух! Мария подхватила редкую инфекцию. Обе мои дочери пропали без вести, а отец скончался. Вернувшись из деловой поездки, я застал свой дом окруженным полицией. Без тени колебаний старший офицер парой фраз разрушил весь мой мир, а потом полицейские набросились на меня с расспросами, даже не дав повидаться с Марией. Она выглядит как живой труп. Ее кожа кажется обожженной радиацией, разрушается. Черты лица стали приобретать зловещий характер. Срачки в ее глазах стали неразличимы. А единственные звуки, которые она издает, напоминают звериный рык. После того, как Мария напала на двоих медсестер, ее руки и ноги привязали к кровати. Одной из медсестер она нанесла серьезную вещь, а еще Мария теперь никого не узнает, даже меня. Теперь даже самым мощным седативом не под силу ее усмирить. Не знаю, что с ней сделали, но я не остановлюсь, пока не найду лекарства и не накажу тех, кто виновен в этом злодеянии. Ну то есть вот эти сестры, может, как раз таки и нужны были для того, чтобы... Что? Просто не до конца понятно. Там было в одной записке написано то, что близнецы способны кого-то на день оживить. И там их дед говорил, о-о-о, самое время вам исполнить свой долг. Проведем-ка ритуал. Скорее всего, там был еще какой-то ритуал. Там же писали про жертвоприношение. Что они не доживают до 11 лет. Наверное, стоит пушку взять. Вот это что? Труба с приделанной рукояткой пахнет серой. Ага, боеприпасики. О, тут опять этот мужик. А там кто-то ходит по кругу. А он огромный, я таких еще не встречал. Отче, что здесь происходит? Кто этот странный человек, который броет между операционными столами с подсвечником в руках? О чем это ты, дитя? Я никого не вижу. Вы не видите за стеклом человека? Дитя мое, похоже, это место вызывает у тебя галлюцинации. Тебе нужно отдохнуть. Ось, я уже не понимаю, где реальность, а где плод моего воображения. Позволь рассказать тебе одну историю. Сотни лет тому назад этот остров был домом для племени аборигенов. Это случилось в одной из ночей, когда из-за туч на ночном небе не было видно луны, и весь мир погрузился во тьму. Шаманы того племени были носителями особой крови. В ту ночь они танцевали над мертвыми, призывая их тела восстать и снова ходить по земле. Жуть какая. Так, погоди, вот мы нашли вот эту трубу. Детали дробовика. Дробовик, изготовленный из модифицированных деталей. Нормальный такой дробовик. У нас, если что, есть аптечка еще. Куча боеприпасов к гвоздомету. Дробовик, я так полагаю, он сильный. Мощный. Но странный. А что нам теперь делать? Стой, я что-то заблудился. Мы сделали дробовик. Вряд ли там где-то нужен был дробовик. Я куда-то выходил, и там было темно, да? Что это было за место? Я сейчас вспомнил. То, что я его избежал. Вот это место было. Блин, если сдохну, придется все заново начинать. Ну ты и тварь. Дверь не заперта. Главный холл. Это мы где выйдем? Главный холл. То есть мы это все связали? Ух. Хана ему сейчас будет. А я не зарядил, да, пушку? Нормальный такой дробовик. Надо было сразу ему засадить. Подонку такому. Он взял меня, ударил. Он вообще тот еще читер. По жизни у меня так себе. Что здесь есть? Пузырек морфия. Супер. О, что-то там написано. Дневники здесь интересные. Здесь интересная история так-то. Мария уговорила меня устроить большой праздник в честь пятой годовщины рождения девочек. Присутствовал даже мой упрямый отец. Похоже, девочки изменили его в лучшую сторону. Все прошло бы идеально, если бы не Ной. Отец Марии девочкам не по себе от его холодного взгляда. А мне от его грубого обращения с Марией. Если старик полагает, что может и дальше обижать мою жену, как он это делал, пока она была ребенком, или что я позволю ему вести себя так с его внучками, то он глубоко ошибается. Я буду защищать свою супругу и дочерей от любого, кто вознамерится их обидеть. Что еще здесь есть интересненького? Ничего. По сути, это короткий переход. И... Пам-пам. В общем, прошло очень много времени. На чем я остановился? Надо решать, что делать дальше. Так, это выход, правильно? Холл западного крыла. Единственное место... С которым как-то здесь можно повзаимодействовать на текущий момент, как мне кажется, это то место, где был выключатель. Кабинет анестезии. Только куда идти, я не помню, когда тут дойти. Ну, давай двинем. Операционная. Здесь, по сути, можно вырубать свет. И это очень похоже на то другое место, где стоит другой мужик. Типа священник, но, как по мне, доктор. Вон там что-то светится. Может вырубить свет? Или что это за свечение? Не просто же так его здесь вырубают. Бред какой-то. Тут можно очень долго бегать. Очень долго что-то искать. Не, нифига не светится, ведь, да? Блин. Тело выглядит так, будто перенесло сразу несколько операций. Оно же даже не похоже на человеческую. Блин, вот этот вот чувак. Это ведь такой же на заставке, да? Блин, как-то плохо его видно. Вон у него вместо рук какая-то ерунда. Я здесь всё взял. Что делать с этим местом? По-любому надо делать что-то здесь. По-любому. С этим чудиком. Да? Да? Он ожил. А почему он ожил? Что я сделал? Может, надо стоять ждать? Или... Или... Может, это как тот чувак, который ходил по кругу. Священник же сказал то, что это обряд, и они оживают. А в какую сторону реально работает? Это кем надо быть, чтобы до такого допереть? Блин, я надеюсь, я на противоположной от него стороне стою. Тихо, тихо. Его надо гасить, да? Да целься, ты дура! Два раза пальнули. О, дверь открыли. Она закрыта, что ли, была? Нож какой-то валяется. Старый скальпель, все еще очень острый. Долбанный вонючий бомж. Ладно. Ух, мы победили. Сейчас было бы неплохо сохраниться. Прям вообще классно. Мы взяли скальпель. Правильно? Кабинет анестезии. Погоди. Еще одно место, которое я хотел посетить, это люк был. И типа я хотел на этот люк попробовать вылить вот эту вот баночку с кислотой. Потому что там он был перевязан веревкой. Но учитывая, что у нас еще появился скальпель... Блин, где здесь короткий путь-то был? Я просто не помню, куда надо идти. Это было где? Где-то в библиотеке? Главный холл. Учитывая, что у нас есть скальпель, я могу попробовать либо перерезать эту веревку, либо облить ее кислотой. Но надо вспомнить, куда надо идти. Может, это с этой стороны было? Приговорная. Или это было снизу? Мне, наверное, стоит самому дойти. Побегать, побродить, потому что это не особо интересно. Ладно, я поищу это место в одиночестве. Так, почему здесь этот лузер жив? Типа они заново ожили? Или что? Вот это уже плохо. Но тот мужик отсюда ушел. Ах ты, крыса! Серьезно? Две хилки за раз? А оставил ли он что-нибудь, этот мужик? Нет. Он просто посидел, а здесь появился вот этот лох. Вот эту дверь мы так и не можем открыть. Да. Еще и минус две хилки на одного бомжа. Очень обидно. Он в меня харкнул. Ну, потому что тут камера тупая. Я не видел. Поднялся он, не поднялся. Я решил не стрелять. Я уже вот сюда вернулся. Это мы на втором этаже. Я все еще не могу найти этот долбанный люк. Просто тыкаюсь в каждую дверь. Главный холл. И мы в результате опять выйдем. Блин, я круг так быстро сделал, да? Я же не там заходил. Видимо, это где-то на первом этаже. Ладно. Я нашел это долбанное место. Сюда сразу ведет вот эта дверь. То есть я только спустился и сразу поперся сюда. Вот в этот уголочек. И тут нужная дверь. Люк. К которым я и хотел попасть. Надеюсь, это сработает. Иначе придется опять очень долго ходить, бродить. Так. Кислота. Ничего не происходит. Пожалуйста. Пожалуйста. Ура. Блин, есть вариант сбегать, сохраниться. Вроде как вот здесь сохранялка была. Вроде как. Надо ей воспользоваться. А то кто знает, как сейчас дела пойдут. Я уже давно не сохранялся. Давай. Не хочется терять весь этот прогресс. Ума не приложу, что сейчас произошло. На операционном столе лежало мертвое существо, но вместо рук у него были лезвия. А потом это существо вдруг встало и попыталось меня убить. Я нашла старый скальпель. Священник сказал, что он пригодится мне в подвальном морге. Надеюсь, там я найду подсказку, где мне искать девочек. А, надо было идти к священнику, и он бы сказал про это. Реально? Я даже не думал к священнику идти. То есть он дал бы подсказку нам в подвальном морге. Как будто я знаю, где находится подвальный морг. Бойлерная. Ну? Ну? Ну же. Давай. Грузись. Надоело то, что вот так вот новые локации как-то долго у меня прогружаются. Не знаю. Вроде тихо. Ага. Уже не так тихо. Мне свет нужен, блин. Холодильник, кажется, он вышел из строя. Точно на кухне еще был какой-то холодильник. Здесь кто-то жил. О! Зашибись. Уже, если что, мы сможем отстреливаться. Идет придурок. Может, один раз его вот так долбануть? Сейчас харкнет. Сейчас харкнет. Зашибись. А хотя легче так его перезарядить. Просто это надо полдня в него стрелять. Хилок у меня достаточно мало. Да, блин. Пошли тогда вниз. Что он там охранял? О, здесь он, видимо, спал. Тот, кто здесь обитал. У него и кухня была. Все удобства. О, аптечка. У нас есть две аптечки. Это хорошо. Можно даже одну применить как-нибудь. Когда ей будет плохо. Ладно, погнали. Погнали. У нас еще целая гора дел. Неимоверно их много. Все это надо запоминать, где что находится. Это самое сложное. Это что за рычаг? Тихо. Тихо, чмошник. Чмошник. Ведем его за собой. Вон там можно поджечь. Ну, блин, и что мне делать? Я ведь его не оббегу. Если переключусь на пушку, я не знаю, будет ли она стрелять, но факт, что я умереть могу. Она даже не стреляет. О, кимба. Кимба. Он еще и жив. Не вставай. Киллер достижения. Да, напряженненько. Что у нас еще здесь есть? Просто не хочется умирать и урон получать. Похоже, под землей кто-то спрятал множество трупов. Похоже на то. Вот здесь еще трупы. 2 января 71 года. Мария потеряла еще одного ребенка, это уже в третий раз. Не знаю, где взять сил, чтобы не отчаиваться, ведь теперь мне нужно быть сильным за нас двоих. Состояние Марии уж ухудшается с каждым днем, страдает ее тело, но ее разум беспокоит меня гораздо больше. Она совсем не разговаривает, а ее глаза перестали реагировать на свет. Она уже даже не узнает меня и вздрагивает, когда я оказываюсь рядом. Нередко она настолько теряет самообладание, что впадает в истерику и крушит все вокруг. В таком состоянии ее может успокоить лишь укол снотворного. Я знаю, что Мария, моя Мария, прячется где-то внутри этого больного тела. Ей все хуже. Сегодня, войдя в ее комнату, я стал свидетелем ужасающего зрелища. Она стояла в луже крови и хлестала себя по спине кнутом. Я схватил ее за руки, но она стала сопротивляться и истошно закричала. Я вызвал фельдшера, чтобы он помог мне ввести ей седативы и наложить швы на раны по всей спине. Как же она дошла до такого? Что происходит у нее в голове? По крайней мере, этой ночью она будет крепко спать. Господи, что же я наделал? Мария, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Что-то он с ней сотворил. Такое необычное. В общем, я перфекционист, я не смог удержаться и вернулся к нему, чтобы поговорить. Ты нашла очень любопытный нож. Знаешь, для чего он применялся? Этого я не знаю очень. Правда, меня больше волнует тот факт, что я так и не нашла девочек. Боюсь, я совсем сбилась со следа. Это не совсем так. Если мне не изменяет зрение, этот нож принадлежал основателям клиники. Использовать такие ножи в операционных давно запретили, но я слышал, их до сих пор применяют при вскрытиях. Думаю, в морге ты найдешь зацепку, которая, возможно, приведет тебя к девочкам. Что-то мне сейчас совсем не хочется в морг, но так и быть. Если есть хоть малейший шанс найти что-то полезное, я туда схожу. Я слышал, в этом морге проводились какие-то жуткие эксперименты. Будь осторожна. Спасибо вам, Отче. Но, блин, он вот говорит морг-морг, да? А где ты возьмешь этот морг? Это надо знать. Или по карте ориентироваться, да? Давненько я карту не открывал. Так. Подписано? Да, морг. Вот сюда нам и нужно. Ну, круто. Вот я вновь здесь. Мы готовы идти дальше. Западный подвал. Ну же. Блин, было бы неплохо еще раз сохраниться. Хотя я это делал совсем недавно. Но, учитывая количество кассет, которые у меня есть. То есть, одна запасная. Плюс одну запасную я использовал. Не так давно. Если нам дадут новую комнату. То там должна будет лежать еще одна пленочка. Ну вот. Скоро мы дойдем до морга. Западный подвал. Он огромный. Просто гигантский. Надеюсь, здесь будут какие-нибудь хилки. Потому что с боеприпасами у меня никаких... Проблем нет. Что это было? Блин, я надеюсь, оттуда никто не полезет. Как же темно. Я хочу что-нибудь поджечь, а здесь ничего нет. Воу. Не хотел бы я умереть в таком месте. Надеюсь, сейчас он в раю. Что за антихрист здесь? Просто суть в том, если я сдохну... Да я вообще не помню, что я делал потом. Закрыто же, да? Нам это еще предстоит открыть. А ведь надо будет все эти действия повторять. Блин, вот здесь боеприпасы. Я боюсь, если сейчас кто-то нападет, то мне придется его что, оббегать? Потому что убить-то я не смогу. И вот эта вот беспомощность мне не особо нравится. Очкою идти дальше. Блин, я назад вернулся. Вот эта камера так переключается. Оба-на. Возможно, тревожный звоночек. Потому что нам дают освещение. Сейчас будет стрелять крыса тупая. Ну? Что по здоровью? Так себе. Кто-то где-то ходит. Блин. Ладно, давай в другую сторону пойдем. А то пока не совсем понятно. Вот это что? Металлический переключатель. На нем какие-то символы. Я смогу какую-то дверь открыть или сколько мне таких надо переключателей? Ура! Хилочка! Блин. Не знаю. Нравится мне эта игра. Кайфую от нее. Кайфую от нее. Ладно. Стой, сколько у меня ахилок. Просто я без понятия. Вдруг их максимум три. Я столько профукал. Медицинский отчет о пациенте клинике. Так. Из двух близнецов, рожденных Марием, выжил только первенец по имени Ной. К сожалению, его брат Мафусаил скончался сразу после того, как ему перерезали пуповину. В настоящий момент причина его скоропостижной кончины неизвестна. Будем надеяться, мы узнаем ее, проведя вскрытие. Блин, ну почему реально у меня только максимум всегда три хилки? Три, 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 три. Подозрительно, не правда ли? Мне кажется, я куда больше их брал. Просто из-за того, что я их не юзаю. Тихо, тихо, тихо. Поэтому надо их использовать как можно чаще. Так, здесь проходик. Здесь у нас что? Выприпасы. Там электричество. Касаться этой воды опасно для жизни. Да. Дверь не супер-то. А куда мы выйдем? Главный холл. Суть в том, что мы ключ получили. И этот ключ теперь надо куда-то применить. Блин, и опять надо вспоминать, думать. А, я знаю, куда я вышел. В подвал этот вонючий. Блин, ну надо искать дверь теперь. Закрыто. Эту дверь мы, наверное, в самом конце откроем. Наверное, стоит самому побегать, побродить, поискать ту самую дверь. Я вернулся в подвал. В долбанный. Дабы вырубить свет. Там кто-то ходит. Почему он опять здесь заспавнился? Подстава какая-то. Стойка. Мы тогда здесь чинили какую-то ерунду и рубили электричество. Поэтому я считаю, что нужно его вырубить. И перейти. Потому как я не знаю, где искать эту вонючую дверь. И я не уверен вообще в том, что... Мне хватит одной детали. Но, блин. Вдруг я там что-то возьму, и потом опять придется идти сюда. И опять все это включать. Это же с ума можно сойти. Ладно, я побегу теперь обратно. Я снова здесь. Или не здесь. Тут до сих пор есть свет. А, или он от наших свечей. Все, мы прошли. Реально. Вот это врубается. Надеюсь, электрический ток больше не угроза. Блин, то есть мне теперь надо идти обратно. И опять включать свет. Или это можно сделать на обратном пути. Или лучше это сделать сразу. А вот здесь что? Ладно, наверное, здесь и не было бы свет. Давай изучать все то, что здесь имеется. Газетная статья от 11 ноября 1982 года. Из клиники исчез пациент с инициалами ГБП. Он находился там на лечении после того, как выстрелил себе в живот, чтобы не угодить в тюрьму. Это произошло сразу после того, как в его доме был обнаружен пятый труп. Полиция продолжает поиски беглеца в окрестностях клиники. Это уже третий случай, когда лицу подозреваемому в изнасиловании и убийстве удается бежать из данного учреждения. До сих пор полиции так и не удалось ни разу обнаружить ни одного из бежавших подозреваемых. Это мы открыли. И это... Мы здесь были, нет? Мы здесь были. Но я забыл, где это. Реально, я забыл. Но мы в любом случае открыли короткий путь. Это я назад вышел, да? Блин. Все, понятно. Тут можно очень долго ходить, бродить. Теперь точно можно подрубать электричество. Что же здесь мы должны обнаружить? Вот и морг заветный. Не нравится вот то, что прогружается так долго. Стоять, что здесь? Куча мусора вон стоит ужасная. Водопроводный экран закрыт. Открой. Ну это, блин, разве морг? Тут по-любому кто-то будет. Дайте мне свет врубить. Ладно, надо постоять. Эх, вот это что такое? В баночке. Гомункул какой-то. Пара человеческих ног, накрытых простыней. Так, лестница, ведущая наверх. Вы припасики. Стопки документов. Видимо, там ничего интересного. Какая-то дверка. Потом. Тело выглядит так, будто перенесло сразу несколько операций. Оно уже давно не похоже на человеческое. Кто мог такое сотворить? Пара человеческих ног. А где эти лата? Вот это явно двигали, да? Отпусти. А, может это тот самый тайный проход, о котором в записке писали когда-то? Сквозь щели в двери сочится кровь. Ни за что ее не открою. Я жив. Давай, пожалуй, зайдем вот сюда. Дверь не заперта. Мы должны где-то выйти. Может пойти врубить свет? Вот реально. Он нам явно пригодится. Мы вышли... Во! Как раз там, где надо. И свет здесь можно подрубить. Супер. Генераторный отсек. Все, зажибись. Со светом проблем теперь нет. Опять все подрубили. Можно радоваться. Ох, я не могу эту карту держать в голове. Она слишком огромная. Все это запоминать, где расположены все эти двери. Ориентироваться по той карте тоже не особо-то удобно, которая у нас имеется. Главное, мы врубили свет. И вернулись в морг. Теперь у нас есть либо потайной проход. О, вот здесь сразу все заработало. Либо вот еще какой-то подъем. Дверь не заперта. Где мы выходим? Тоже какой-то короткий путь. В каком-нибудь кабинете мы выйдем? Я потому что помню очень много таких. Да, мы вышли в переговорный. А, чтобы вот сюда что-то применить? Ладно. Мы сюда, наверное, еще вернемся. Идем. Я давно, кстати, не сохранялся. Вот что я вспомнил. Надеюсь, там будет какая-нибудь охранялка. Кабинет для испытаний. Ну уже. Блин, надо реально сохраниться. Я очень много проделал. По крайней мере, мне это кажется. Потому что я очень долго бегал. Без дела я бегал. Отрубать этот свет. Потом обратно. Все это достаточно долго длилось. Блин. Похоже, покойник скончался во время медицинской процедуры. Сколько же времени здесь никого не было. Надо осветить это место. Все, теперь... Можем мы гасить. Козел какой. Все, его мы потушили. Все, его мы потушили. Одним козлом меньше. Это уже здорово. Кстати, у меня не отобрали скальпель. Как это обычно бывает. То, что тебе дают какую-нибудь вещь, и она такая одноразовая. Что-нибудь режешь, и потом... Ой. Календарь. 94-й год. Скорее всего, после этой даты здесь никого и не было. Вот здесь ничего нет. Блин, уже хочу вторую часть. Или какую-нибудь еще игру. Труп обернут в простыню. А сверху кто-то положил цветы... Кадупула. Вот это что? Слова стерлись от времени. Сейчас их уже не разобрать. Какие-то кнопки. Ой. Все? Я от балды на кнопку, если честно, нажал. Может, другие кнопки тоже открывают какие-то двери? Я просто без понятия. Давай посмотрим, что здесь. Коллекция книг, посвященных науке. 9 июля 82-го года. Мне удалось обнаружить секретную лабораторию отца. Она скрывалась за тайным проходом в морге. Эксперимент удался. Я смог воспроизвести состояние Марии, ведя ее кровь умирающему пациенту клиники. В медицинском отчете я константировал его смерть. Его исчезновение никто не обнаружит. У него уже проявились первые симптомы. Если все пойдет по плану, вскоре я смогу вколоть первую дозу противоядия. Я отправился в лес в поисках хоть каких-то зацепок, которые могли бы привести меня к моим малышкам. Малышкам, блин. Я, как обычно, ничего не нашел. Вернувшись под утро в особняк, я застыл перед дверью комнаты, которая когда-то принадлежала им. Никак не соберусь силами, чтобы открыть эту дверь. Я искренне убежден, что если войду и не увижу их внутри безмятежно спящими, то уже не смогу жить дальше. Тест номер 25 показал обнадеживающие результаты, но лишь на мгновение. Пятью минутами позже подопытный превратился в лужу крови. И все же я не прекращу свои попытки. После пятилетних экспериментов я считаю это прогрессом. Сумасшедший ученый. Коллекция книг, посвященных науке. Ура! Сколько у меня их? Три. Давай используем. А я могу с этим еще повзаимодействовать? Здесь вы управились? Серьезно? Надо было одну кнопку нажать? Я нажал на ту, которая мне понравилась. Серьезно? Прикольно. Тогда это было слишком просто. Повезло так повезло. Блин, здесь надо будет от кого-то убегать, почему так камера расположена? Очень давно внутри этой камеры кто-то скончался. Боже, она была совсем еще ребенком. Дайте мне сохраниться. Так, замочек. А у нас есть кислота? Оба-на! Чтобы это сработало, понадобится несколько дней. Может, поджечь? Это здесь не подходит. А если из дробовика больнуть? Несколько дней? А, или это прикол такой, то, что мы ничего с этим не сделаем. О, видеокассета! И вот как раз-таки для чего нам нужен этот короткий путь. Кабинет для испытаний. Надпись. Ладно, может пока посмотрим, здесь уже... Все преобразуется. Блин. Да где? Стой, я заблудился? Мне надо отсюда выйти, да? Где эта фигня? Боже, эта камера так тупо переворачивается, я вообще путаюсь. Здесь мы открыли дверь. Да, мне надо выйти. Наверное. Или нет. А, да, вот эта дверь. Какая у меня память отличная. Блин, где эта фигня? Сохраниться бы. Ну? Погнали. Погнали. И что это? Стой, туда опять можно пройти? Это же что, другой мир? Путешествие. Кабинет для испытаний. Да, блин, эти загрузки. Ну? Это когда записывали его. Он здесь еще жив. Это что, прошлое? Похоже, труп принадлежит человеку, над которым проводили какие-то медицинские процедуры. Нашли где проводить. В подвале. Какое число? Календарь. О, 80-й год вообще. От трупа исходит зловоние. Но здесь-то монстров никаких не должно быть. Это же прошлое. Их еще, наверное, не создали. Тут раньше повеселее было. О, теперь можно прочитать. Пионы, жасмины или розы? Никак не вспомню. Она подошла и внутри затрепетали бабочки. Я нежно прикоснулся к ней и почувствовал холод. Или слышно шептал ей поэмы. Ой, это боль, когда разочаровавшись, она ушла. И только когда ее не стало, ветер разнес по свету мой крик. Я на это нажимал? А тут уже две надо нажать, да? Ну вот это же нажимается, ей супер. А потом она вылезает, нет? О, здесь кабинет был. Коллекция книг, посвященных науке. Хочу сохраниться. Эксперименты так и не увенчались успехом. Все утробные плоды получаются уродами. У меня есть мысль, как нам раздобыть больше подопытных и ускорить процесс. Но для этого я должен совершить нечто ужасное и отнять жизнь у невинных. Я верю, что Господь пошлет нам силы, необходимые для завершения нашей миссии. Какова бы ни была цена, наша цель священная. И здесь вот есть рисунок как раз-таки вот этих младенцев. И они там еще выращиваются. В этой колбе здоровенный. Так, ладно. Какая здесь комбинация-то тогда? Блин, мне это удобнее делать мышкой. Или мне кажется, что это кнопка. Не, она же потом не двигается. Все, супер. Может у него чего-то не хватает, я не знаю. Не, ну это явно сюда не вставляется. Ну может кислотой надо что-то прожечь. Или ножичком подковырнуть. Ясно. Ладно, я сейчас сам потыкаю здесь, посмотрим. Я уже полдня здесь нахожусь. Пионы, жасмины или розы. Никак не вспомню. Это голова. Она подошла изнутри, затрепетали бабочки. Живот. Правильно? Я нежно прикоснулся к ней и почувствовал холод. Рука. Потом слышно шептал ей поэмы. Горло. О, это боль, когда разжировавшись, она ушла. Я вот не пробовал только сердце, получается. И только когда ее не стало, ветер разнес по свету мой крик. Получается опять горло. Попробуем эту комбинацию. То есть голова. Живот. Рука. Горло опять. Сердце. И горло. Аллилуйя. Ладно, все предыдущие попытки я тогда вырежу. Но это было логично. И попыток было не так уж и много, если что. Просто вот это самый тупой момент с тем, что она ушла. О, тут какая-то девочка. А, это же прошлое. Эй, не пугайся. Ну что скажешь. Просто молча пялятся друг на друга. А может это она и есть? Как-то они похожи просто. Та самая девочка. Кто вы такая? Не похоже, что вы одна из них. Одна из них как-то здесь оказалась. Меня запер в этой камере мой дед и его друзья в странных костюмах. Прошу вас, мисс. Вы должны помочь мне отсюда выбраться. Кстати, вот здесь можно полить этот тупой замок, а потом уже вернуться в настоящий, и он, наверное, уже будет открыт. Конечно же, я помогу тебе. Ты только успокойся, все будет хорошо, я обещаю. Ладно. Где твои родители? Папа уехал в командировку, он должен вернуться через пару дней, а маму тоже схватили люди моего деда. Какой кошмар, я вытащу тебя отсюда, но сперва нужно придумать, как отпереть эту дверь. Как вы собираетесь это сделать, мисс? Ключ унесли с собой люди в костюмах, но вам стоит держаться от них как можно дальше. Должен быть какой-то способ избавиться от замка без ключа. Поскорее прошу вас, у нас мало времени, мы должны спасти маму. Мы вытащим тебя отсюда, потерпи еще немного. То есть мне сейчас надо будет со временем играть? Туда-сюда прыгать, бегать? Давай поливаем. Это по-любому. Потом надо будет зайти в камеру, посмотреть. Чтобы это сработало, понадобится несколько дней. Да, это я помню. Что вы сделали с замком, мисс? Пролила на него немного кислоты. Она разъест металл, нужно только подождать. Надеюсь, кислота сработает быстро, свеча уже почти догорела. Нужно набрать терпение, малышка. Рано или поздно кислота разъест в замок. Сейчас нам остается только ждать. Спасибо вам, мисс. Как тебя зовут, малышка? Анна. Я живу в этой клинике вместе с родителями и сестрой. Мы уже раньше встречались? Ваше лицо кажется мне знакомым, но я уверена, что раньше я вас не видела. Вы работаете в клинике? Нет. У меня есть одно фото. Ты одна из этих девочек? Что? Откуда у вас эта фотография? Сама не знаю, но как раз пытаюсь выяснить. Кто-то прислал ее мне по почте пару недель назад. Пару недель назад? Мой отец сделал этот снимок вчера утром. Как раз перед своим отъездом. Зачем вы мне врете? Клянусь, я тебе не вру. Все это чистая правда. Что вам от меня нужно? Я просто хочу помочь тебе отсюда выбраться. Я не желаю с вами разговаривать. Думаю, кислота ваша тоже вранье. Вы не собирались вытаскивать меня отсюда. Анна, ты должна меня выслушать. Мне нужно, чтобы ты мне доверяла. Я твой друг. Не желаю с вами больше разговаривать. Анна, послушай. Так. Мы погнали дальше. Стоит там какой-то... О, пленка. Это самое крутое. Где мы можем сохраниться? Нам ее просто так подкинули. То есть сейчас мы, по сути, можем вернуться. В настоящее. И посмотреть, что же там находится в этой долбанной камере. Так. Где этот подвал? Морг. Было бы удобнее, если бы не надо было подниматься сюда. Ну ладно. Так тоже пойдет. В результате та девочка там и умерла. Но как она могла умереть, если, скорее всего, это мы и есть? Восточный подвал. А я сюда вообще ходил? Да, я сюда ходил. Это как раз таки вот, чтобы свет врубить. Морг. Идем. Так, кабинет для испытаний. Очень долго вот надо ходить туда-сюда, запоминать. А если что-то забудешь, или, например, возьмешь перерыв от этой игры на неделю, тот же с ума сойти. Тебе придется вообще каждый раз все заново обходить. Чтобы все это вспомнить. Сейчас мы идем к камере. Да, открыто. Это было логично и понятно. Здесь мы находим, во-первых, дневник. Ребенка. Она дневник тоже вела. 15 ноября 80-го года. Произошло нечто весьма странное. Из темноты вдруг вышла какая-то женщина с зажигалкой в руке, осветив мою камеру. Сперва я испугалась, но ее черты напомнили мне маму. Она подошла ко мне и сказала, что поможет выбраться из заточения, а затем она пролила кислоту на дверной замок. Она показала мне фото, на нем была я и Эмма. Этот снимок сделал наш папа. Женщина сказала, что получила его по почте несколько дней назад. А потом, пообещав вернуться, она удалилась. Кислота сделала свое дело. Та женщина была права. Просто нужно было подождать. К счастью, люди в костюмах еще не вернулись. Нужно где-нибудь спрятаться и дождаться возвращения папы. Так а по сути же она получается мертва, должна быть, нет? О-о-о! Вот, теперь у нас есть полноценный ключ. Теперь точно мне надо сохраниться. Я уж не помню, откуда этот вонючий ключ. Нам дали пленку. Так вот, я не договорил. Получается, петля и то, что наша героиня жива только за счет того, что сама отправилась в прошлое и сама себя освободила, не понимая этого. А так она была мертва. Надо где-то сохраниться. Надо свалить из этого морга. Так, вот здесь был подъем. Отчего этот ключ? Так было бы удобнее поближе куда-нибудь дойти и сохраниться там. Ну, погнали. Вот это куда нас приведет? Главный холл. Я помню, была дверь в самом начале. Может, пора закончить с этим началом. Там было много дверей, кстати. И сохранялка там была. В любом случае, мне надо сохраниться. Так, а куда мне идти? Вот сюда же, да? Стоп, а вот здесь же не подходит этот ключ. Здесь вроде что-то большое надо было. Да. Точно не ключик такой. Так. Здесь можно сохраниться. Чем мы и воспользуемся. Ну? Ну? Здорово. Все, супер. Можно вздохнуть с облегчением. Пройдя сквозь некую странную проекцию, я оказалась в месте, в котором уже бывало раньше. Только теперь оно было другим, как будто из другого времени. Из-за этого я ощутил себя совсем чужой. Я обнаружила нечто ужасное. Девочку, запертую в тюремной камере. Кто мог так жестоко поступить с ребенком? Дверь камеры заперта, и замок очень прочный. Вряд ли мне удастся найти ключ, так что придется придумать другой способ ее отбереть. Я просто обязан вызволить бедняжку. Ладно. Мы тогда на этом закончим. Продолжать дальше будем уже в следующий раз, поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok